Рождение одного ребенка – настоящий подвиг. А что, если малышей в животе два или даже три? Многоплодная беременность – это большой риск для здоровья матери и детей. Конечно же, у многих будущих матерей возникает ряд закономерных вопросов. Сильно ли отличаются роды близнецов от родов одного ребенка? Будет ли врач принимать какие-то дополнительные меры безопасности и понадобится ли кесарево сечение? Изменится ли длительность родов? Роды делятся на три этапа – раскрытие шейки матки, изгнание плода и период выхода последа. Первый начинается со схваток и заканчивается раскрытием шейки матки. Второй – с момента изгнания ребенка в неуютный мир. Третий – с момента появления плаценты. С одной стороны, из-за большого растяжения матки при многоплодной беременности ее сокращения могут быть слабее. Это значит, что потребуется больше времени для достижения раскрытия шейки матки в 10 см, процесс замедлится, а длительность первого периода увеличится. С другой стороны, из-за повышенной нагрузки и активных схваток, наблюдаемых в некоторых случаях многоплодной беременности, шейка матки может быть довольно расширена на еще раннем этапе. Какие меры предосторожности примет врач? При нормальном течении многоплодной беременности без угрозы отслойки плаценты или преэклампсии специальное вмешательство не требуется. Однако, врачи могут использовать монитор для отслеживания частоты сердечных сокращений каждого ребенка, а также для контроля продолжительности схваток и промежутков между ними. Это исключает возможность свободного поведения в родах. Большинство будущих мам, близнецов и двойняшек рекомендуется проводить эпидуральную анестезию. Это распространенная методика, направленная на уменьшение интенсивности болевых ощущений. Не стоит бояться, что вводимые препараты могут навредить малыша. Анестезиологи учитывают все особенности организма будущей матери и состояние детей. Если планируются естественные роды, доктор может провести эпизиотомию, процедуру рассечения промежности. Это позволит избежать грубых разрывов во время поток. Следует ли делать кесарево сечение? Всегда ли многоплодная беременность заканчивается оперативными родами? Потребность в кесаревом сечении определяется количеством плодов, их расположением и другими возможными показаниями со стороны матери и ребенка. Если при беременности близнецами первый ребенок опущен головой, многие врачи рекомендуют родоразрешение через естественные родовые пути. В 2020 году ученые из Университета Торонто провели исследование, посвященное оценке распространенности кесарево сечения среди пациенток с многоплодной беременностью. Из 2000 женщин, включенных в исследование, в общей сложности, почти половине потребовалось родоразрешение до самопроизвольного начала родов. Среди тех, кто рожал в срок, 42% родили через естественные родовые пути и 58% с помощью планового кесарево сечения. Авторы при этом выявили, что кесарево сечение связано с более благоприятными исходами для матери. Какой будет промежуток между появлением детей на свет? Этот вопрос интересует многих родителей. Благодаря специалистам Центра гинекологии и акушерства удалось на него ответить. Ученые исследовали более 4000 случаев многоплодной беременности. Анализ данных показал, что в большинстве случаев промежуток между появлением близнецов на свет составляет всего 13-15 минут. Известны случаи, когда между встречей близнецов проходил гораздо более длительный промежуток времени. В 2018 году на 26 неделе беременности у жительницы Германии начались преждевременные роды. Врачи извлекли недоношенную малышку весом чуть менее 1 кг. А ее сестренку удалось задержать подрастать внутри мамы. В результате вторая крошка появилась на свет аж в 2019 году на 97 дней позже своей торопливой двойняшки. Поместят ли детей в отделение интенсивной терапии? Необходимость госпитализации новорожденного в реанимацию зависит от срока беременности и его веса при рождении. Многие близнецы, родившиеся в срок или близко к ожидаемому сроку, не нуждаются в дополнительных мерах поддержки, лечения и реабилитации. При значительной недоношенности и малом весе при рождении детей помещают в специальные палаты, чтобы наблюдать за их ростом и вовремя предупредить о развитии опасных осложнений. По словам доктора Броста, акушера-гинеколога клиники Майо, только около 20% младенцев-близнецов попадают в реанимацию. Для детей и стройнее этот показатель гораздо выше – 80%. Среднее время пребывания близнецов в отделении интенсивной терапии от 9 до 25 дней, тройняшек и четверняшек – от 11 дней до 2 месяцев. Это время необходимо для набора нормальной массы тела. Будут ли дети подвержены большему риску осложнений? Если близнецы появились на свет преждевременно, то у них наблюдается больше риска развития осложнений. Поскольку легкие и печень являются одними из органов, заканчивающих формирование в последнюю очередь, недоношенные дети подвергаются большому риску респираторного дистресс-синдрома и желтухи. При значительной недоношенности возможны более серьезные последствия – когнитивное нарушение, проблемы со зрением и слухом. Однако, благодаря достижениям современной медицины врачам удается выходить даже самых маленьких детей, вес которых не достигает и 500 граммов. Будет ли восстановление после родов труднее? Восстановление после кесарево сечения при многоплодной беременности не отличается от такового при одноплодной. Однако, если роды прошли через естественные родовые пути, может потребоваться больше времени на реабилитацию. Это часто связано с особенностями родового процесса. Неконтролируемое и быстрое появление малышей на свет чревато разрывами влагалища или шейки матки. Тем же угрожает и неправильное положение второго плода в родах. А если у мамы наблюдалось такое осложнение, как преэклампсия, которая чаще всего встречается при многоплодной беременности, то ей настоятельно рекомендуется соблюдать постельный режим. Это значит, что потом потребуется больше времени, чтобы прийти в форму. Во время длительного нахождения в одном положении мышцы атрофируются, расслабляются и ленятся работать. Поэтому, чтобы восстановить организм после многоплодной беременности, потребуется больше усилий. Однако, уследить за двумя или более крохами сразу непростая задача. Мама и папа будут выкладываться на всю катушку. Субтитры создавал DimaTorzok